Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ Доброе утро, дорогие друзья! Это телерадиоканал Страна ФМ И как мы вам и обещали, вот нашу компанию Хорошо, мы с ним душевно вдвоем сидели, с Владом Кутузовым Но нашу компанию дополняет Прекрасная, великолепная, талантливая, артистичная Ну, как она нам сказала сама по секрету, еще пока не проснувшаяся Таня Покачук Да, абсолютно верно. Вокалистка, лидер, основатель, можно сказать? Да, пожалуйста Ну, наверное, все-таки там Да, я срючу Группа Майя Мишель, я не успел Привет! Привет! Танечка, спасибо, что приехала или пришла к нам сегодня Приехала, наверное, все-таки Я опоздала Пробочки-то, ничего Никто об этом не знает Мы начинаем вовремя, все хорошо Я считаю, что творческие, талантливые люди, они могут себе позволить, ну, на такие вот моменты Ты вообще вот часто так вот Творческие, талантливые, таксисты О, таксисты, это отдельная тема, мы вне эфира можем обсуждать Слушайте, давайте вот с этого начнем Скажи, пожалуйста, тебе, как творческой личности, присущ беспорядок вот этот самый творческий? Творческий... Не имеется в виду в быту, в квартире, там... Творческий, да, но для того, чтобы совсем не уходить в хаос и арт-хаос Нужно заниматься спортом и периодически раскладывать все по полочкам Это что касается бытовых моментов Иначе прям совсем тонешь То есть забываешь хлеба купить, бумаги, там вот это и вот... Все забываешь? Да, вот правда А у тебя ежедневник или ты каким-то гаджетами пользуешься? То есть насколько ты все прописываешь? То есть что-то держится в голове или прям вот первое, купить картошки Второе, позвонить маме, там, раз, вдведи Я человек, которому нужен план Первое, написать песни Второе, позвонить маме Реально так А первое, покушать надо Как же ты будешь писать песни, если ты поедешь? А мама скажет, ты покушала? Вот, вот, видите, мама всегда... Слушай, ты сказала о спорте Я совсем недавно читал, что... Я не знаю, правда это или нет А проверкни, если что Ты занимаешься спортом, но тебя хватает якобы на 2-3 недели А после этого ты говоришь, ну что ты... Не очень это мое И делаешь какой-то большой перерыв Это меня оклеветали Оклеветали, неправда Да, я занимаюсь бегом постоянно, минимум 2-3 раза в неделю И еще я хожу на бокс Ой, какая ты молодец Я могу всех побить Прямо нападать можешь, прям вот нормально Конечно Слушай, ну подожди, а вот были такие ситуации, когда тебе вот эти вот навыки пригождались в жизни? Может быть, какой-то навязчивый фанат к тебе приставал? Нет, в последнее время не пригождались, слава богу Но раньше, когда я была еще совсем маленькая, на дискотеках приходилось драться За мальчишечек? Да нет, не за мальчишечек, между девчонками Ну, 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 девчонки-то из-за чего делаются? Ты на меня не так посмотрела А Что у тебя за юбка такая же, как у меня? Слушай, ты смотри, в Стольяте такая же история Стой! Мне кажется, я неправильно сел Между вами надо было сеть Ну, мало ли что, знаете На всякий случай Она боксом занимается, это я, вот знаешь, это про меня, можешь сказать, что я на две тренировки сходила и все, на два года забыла Танюш, давай ближе к творчеству Мы вот около походили чуть-чуть Вообще, что сейчас происходит в твоей жизни, в жизни группы Майя и Мишеля? Что, ну, вообще, что ожидается, чего ждать поклонникам и так далее? Новая веха Да, у нас сегодня же премьера песни будет «Лето всегда» Ну, а почему, веха, конечно Во-первых, да, мы выпустили песню «Лето всегда», сняли на нее клип Сейчас выговорю «Форте де Марми» Это что такое? Я готовилась Это город в Италии, морской, где мы снимали клип Значит, у нас просто было выступление в Комо И мы из Комо ночью на автобусах поехали в «Форте де Марми» Взяли камеру, взяли режиссера Тараса Голубкова Взяли Крестовского, опять же Вова Крестовский просто там был Мы с ним дружим, мы узнали, что он там Мы сказали, Вова, не хочешь проехаться у нас в клипе на велосипеде? Он сказал, да, конечно, запросто, легко А то просто вот раз-раз в клипе проезжаете И за день сняли клип А вы с Крестовским-то дуэт не планируете? Он там, просто вы там снимали, он там был И прям раз, и какую-нибудь песню вместе А мы же недавно выпускали с ним, ну, не дуэт, а, я даже не знаю, квинтет С ним, с Львом Лещенко, с Дмитрием Мариковым У нас была песня «Ванюша» на фильм «Последний богатырь» Это «Богатырь», «Богатырь», точно, самый рейтинговый вообще российский проект Это я вот прохлопала ушами где-то, понимаете? То есть я богатыря-то смотрела, и песню-то я слышала, но что-то у меня вот не сошлось Да, так что мы уже с Вовой сделали дуэт, можно сказать Поэтому немножко погодим с дуэтом еще Ну, ладно, ну, хорошо, я просто еще тот посмотрю, чтобы быть в курсе Слушай, ну, если, а, можем прерваться нам вот сообщать Давайте вот ближе к альбому, там ближе к песне уже попозже Кофе Тань нальем Да, 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 Тань Ткачук у нас в гостях Попьем кофейку, к вам вернемся буквально через 2-3 минуточки Будьте здесь Утро страны на телерадиоканале «Страна.ФМ» И еще раз всем доброе утро Это телерадиоканал «Страна.ФМ» Влад Кутузов, Валерия Майорова и солистка группы «Моя Мишель», Тань Ткачук Это я Молодец, вот прям чувствуется по голосу уже, начинаешь прям бодриться Слушайте, у нас, пока мы тут сидели, а некоторые бегали, наливали неправильный кофе Вопрос пришел о слушателях Ну, давайте, озвучивайте Давайте я его озвучу, с вашего позволения Я обратила внимание, что Таня семимильными шагами растет как артист Вот, прям сразу с комплимента И еще пару лет назад я переживала за нее на сцене как за сборную России Но сегодня просто наслаждаюсь шикардосной, светлой музыкой Так что Таня, когда новый альбом сообщения писал Антон Такой подготовленный человек был Брат, что ли? Брата просто Антон зовут Не знаю, не указал Так вот, мы сейчас покончили с гастролями усилием воли Сказали, концертом нет И на 10 дней засели в студии Потому что иначе невозможно записать альбом Потому что постоянно куда-то уезжаешь Ведь для этого нужно все скоммутировать, засесть, подумать И подумать так спокойно, не дергаясь о том, когда у тебя время вылета Так вот, мы сейчас, значит, 10 дней сидим в студии и записываем альбом Когда он выйдет, скорее всего, в сентябре Но обещать не буду, мало ли что Слушай, а вот вообще у вас как там обстановка? Там нервозная, да? То есть вы там все альбом, альбом, что делать? У всех разные мнения Или наоборот вы расслаблены сидите, как-то вот творите Не получилось сегодня, не получится завтра, впереди еще 10 дней Или может быть у вас полная гармония, и вы прекрасно друг друга понимаете И прям знаете, что делать вообще? Никаких творческих мук и метаний нет Ну, у нас осталось 6 песен Для 10 дней это маловато Поэтому я не могу сказать, что мы там ходим, распиваем чаи Едим гамбургеры Ну, так усиленно трудимся Иногда из-под палки То есть 6 песен еще нужно записать Да Таня, а ты вот такая стройная, ты гамбургер ешь? Да Молодец, какая Вот обмен веществ Я хотел сказать, после эфира нам раскрою секрет Потому что мы мечтаем как бы тоже так же жить, а у нас не получается В большом сожалению Много нервов Ооо А что ты нервничаешь? Подожди, нет, это очень интересно А что ты нервничаешь? Ну, я же девочка, я нервничаю А вдруг у меня что-то не получится Вдруг у меня не получится выпустить альбом вовремя А вдруг я куда-то не успею Ну и плюс минус 2 килограмма на сцене за концерт Каждый раз Слушай, вот куда мне надо было в артиста идти Валерий, выходим, все, на сцену срочно Подожди, подожди, я хотела просто про нервы тебе сказать А почему ты не делаешь скидку на то, что ну тебе все можно? То есть ты уже добилась таких вот серьезных успехов Что если ты там не выпустишь альбом в сентябре, а выпустишь его в ноябре Тебе можно Почему ты и себя вот так не успокаиваешь? Потому что не хочется быть козлом Хороший ответ Ну мы же наобещали уже людям Мы же не можем до бесконечности говорить Мы имели в виду сентябрь 2019 А ну что, хороший ответ Слушай, а скажи, пожалуйста, новый альбом Вот он будет осенью, в сентябре примерно Будем говорить, название у него есть? Он будет точно в сентябре или будет в следующем году Потому что я зареклась больше не выпускать альбомы в декабре Потому что выпускаешь альбом в декабре Проходит декабрь и в январе все говорят А, это ваш прошлогодний альбом Какое оскорбление! Слушай, плюс ко всему еще вот эти несчастные две недели Когда в принципе ничего не делает народ Ну он делает, не будем Поэтому либо в сентябре, либо в следующем году Вот, я сейчас сказала, как же Анна Дарк Слушай, ну 10 дней, я думаю, что все успеется Все там справится Может быть там выпустите, я не знаю, не 15 песен, а 9 Ведь это же тоже полноценный альбом, альбомы же разные бывают Ну, решим Скажи, ну подожди, ну про альбом, про альбом надо Пожалуйста, пожалуйста Что ты там вот так вот делаешь? Я забыла, какой был вопрос А это нормально Я вообще забыла Я тебе по секрету скажу, Майор его тоже забыл Слушайте, давайте тогда я Смотрите, у нас минута до премьеры Песни «Лето всегда» Скажи, пожалуйста, эта песня легко родилась? Легко записалась вообще? Легко получилось то, что получилось? Или все это было тяжело? Спорили? Думали, как сделать, переписывали много раз Вот именно творческий процесс интересует Это было очень забавно Мы решили воскресить старую песню Она не пошла, но родился вот этот вот припевчик «Лето всегда, ты навсегда», «Лето всегда, ты навсегда» И так написалась песня «Лето всегда» Буквально за день А потом мы еще раз решили воскресить ту старую песню И написалась еще одна песня И третья песня Короче, ту песню мы так и не воскресили Зато написали три песни новые Слушай, как круто Как хорошо иметь такие вот в запасе такие песни Из которых прям хлоп Вот две такие песни и уже альбом, понимаешь? Мы теперь понимаем, откуда появится альбом Видимо, из той же одной песни Ну что, друзья, давайте поближе к музыке Прямо сейчас У нас на телерадиоканале «Страна ФМ» Ну, будем говорить, что премьера Потому что Таня у нас в гостях Лично присоединяется Группа «Моя и Мишель» Во главе с Таней Ткачук И песня, которая называется «Лето всегда», о которой мы говорили Теперь прямо сейчас Вот мы смотрим и слушаем Все это на телерадиоканале «Страна ФМ» А после клипа уже повернемся Обсудим все это дело Аллилуйя Поехали Посчитай веснушки мне, раскуси меня Волны непослушные будут нас гонять Наши плечи солнце сжигает Пусть никто, никто не узнает Лето всегда и навсегда Лето всегда и навсегда Такими нас запоминай Такими нас запоминай Поцелуи созданы кем-то вроде нас Это больше воздуха, только мы сейчас Наши плечи солнце сжигает Пусть никто, никто не узнает Лето всегда и навсегда Лето всегда и навсегда Такими нас запоминай Такими нас запоминай Посчитай веснушки мне Волны непослушные Наши плечи солнце сжигает Пусть никто, никто не узнает Лето всегда и навсегда Лето всегда и навсегда Такими нас запоминай Такими нас запоминай Лето всегда и навсегда Лето всегда и навсегда Такими нас запоминай Такими нас запоминай Ну пока девушки в гаджетах Добивают кофеек сладкий, между прочим Слушай, мне было жалко просто на песню наступать Там как раз к морю побежала Таня А до этого она мороженое ела Кстати, ты говоришь, что ты сладкая Это не очень, а мороженое пришлось есть Вот ради клипа Режиссер сказал, я сделала Молодец, молодец Танюш, вот к себе чуть-чуть подтянем Прекрасно, замечательно Слушай, а по поводу... Я все-таки не успокоюсь по поводу Глюкоза и сахара мне интересно Это какая-то принципиальная позиция? Нет, я просто не сладкоежка, мне повезло Я люблю всякий там сыр, мясо И не люблю сладкое Сладости не люблю Честно, клянусь А дарят тебе вот, например, поклонники конфеты Куда ты их потом передариваешь? Мне поклонники дарят цветы и мягкие игрушки И мясо Кто-то недавно рассказывал про то, что летели в самолете из Италии И там прям человек такой целую ногу Пронес копченую Это вот мой поклонник На концерт вез Слушай, я в прошлый раз тебя спрашивал По поводу названия будущего альбома Ты ничего не сказал, но пока не определились И мы определились, но я не скажу Хорошо, пусть будет интриг Тогда мы поговорим о том, что уже известно Слушайте, ну давайте проклип немножечко, ну чего вы? Сейчас, секунду, подожди, я хотел спросить, правда давно хотел спросить Был альбом «Химия», ну, можно по-разному объяснить название Ну, можно объяснить, да, «Химия между людьми» и так далее Да, любовь, да Почему альбом 17-го, по-моему, года назвали «Отстой»? Потому что песня называется «Отстой» А почему песня называется «Отстой»? Потому что там поется «Что за отстой, эти прощания, не обещай мне, не обещай» Не останавливайся Слушай, я хотел сказать, можешь ты петь еще минут 20 до конца эфира? Это будет круто Нет, на самом деле, мне кажется, это был очень крутой пиар-ход Потому что были такие громкие заголовки, что «Майя, Мишель» выпустили «Отстой» Все такие, что, что, как, как, как так? А потом хлоп, и хорошо все Ну да, ради этого и сделали, чтобы хайпануть Зато все понятно А следующим альбомом тоже будете как-то вот любить и вы хайпануть на этой теме? Ну, посмотрим, посмотрим, даже не знаю Слушай, ну вот раз ты используешь такой термин «хайпануть», расскажи, пожалуйста, про свою жизнь в социальных сетях Как ты гонишься, ты и за какими-то трендами, может быть, какие-то флешмобы Вот сборная по футболу в усах есть у тебя фотография? Там усы надежды и все такое? Вот некогда было клеить усы, честно говоря, потому что мы выступали на всяких фан-фестах И радовали болельщиков, скажем так, с другой стороны Не усами, а песнями Ну, а вот все равно присутствие вот в этой, так сказать, атмосфере Что тебе там понравилось, что запомнилось, что тебя поразило? Последний матч Испания-Россия Мы смотрели в Нижнем Новгороде перед выступлением И думали, выиграет Россия или проиграет? Господи, что же делать, если проиграет? Как выступать перед русскими людьми, когда они будут очень расстроены? И мы стояли за сценой вместе с кортежем милиции Вместе с охранником, вместе с какими-то администраторами Ну, в общем, людьми совершенно разных профессий И просто когда стало понятно, что мы победили Ну, даже где-то в наших соцсетях есть Как мы там прыгаем, скачем, орём и беснуемся Я так никогда не волновалась Я уже давно так не волнуюсь перед выходом на сцену Это было действительно просто что-то фантастическое И такая большая, единая энергия, мощная Конечно, было круто выйти на сцену с такой большой победой Вот я чувствую, что ваш следующий концерт должен состояться в субботу Да Когда мы будем играть с хорватами в 1-4-й эфир Наши, конечно же, победят Желательно не в Хорватии Желательно, да Мы будем на это надеяться Слушайте, а я вот просто, когда Таня рассказала, я тоже вспомнила Насколько было эпохальное событие, как везде люди на это реагировали Мы обнимались все, с милиционерами, с какими-то незнакомыми людьми Просто вот мы все начали обниматься и целоваться Вот, ребята, вы знаете, чтобы обняться с Таней, нужно как-то по шуму подойти Когда Россия победит Хорватию, прям раз, ура Да не, Лера, нужно просто стать полицейским Ну, или так, или так Давайте прервемся на несколько минут, друзья, и продолжим очень скоро, будьте здесь Итак, телерадиоканал «Страна.ФМ» Таня Ткачук, солистка группы «Моя Мишель» у нас в гостях Владислав приготовил вопрос Да, у меня есть вопрос, я хотел спросить Я помню, когда это произошло, когда я вас увидел впервые Ну, группа имеется в виду, и тебя конкретно Главная сцена, по-моему, была, да? Я помню, чудное мгновение практически Главная сцена, и я был реально поражен И все, кто со мной рядом с семьей смотрели Просто так получилось, и вот увидели, и все говорили Блин, ну как такое вообще может быть? Потому что настолько оригинально твой... Я вот к чему клоню, я же у меня 10 мыслей сразу сейчас Определюсь с одной У тебя совершенно волшебный тембр голоса И совершенно необычная манера, которую буквально Ну, сразу можно отличить, никогда ни с кем не спутаешь, да? Ты работала над этим, или вот оно само у тебя от природы Просто вот как с детства Ты просто так поешь, и все, и ты для этого ничего не делаешь Ну, голос сделать нельзя, мне кажется В смысле притвориться кем-то другим Я же не пародист А насчет манеры, скорее, ее каких-то черт Наверное, это пришло с опытом и неосознанно Опять же, то, что мне более органично Слушай, так интересно, я тоже вспомнила этот момент, главную сцену И все тогда говорили, что уже готовый проект То есть не нужно ничего менять, не нужно ни над чем работать А вот сейчас, получается, прошло какое-то время Пришлось все-таки как-то измениться? Или вот как встали вы на рельсы, так и шпарите В одном задом направлении? Ну, я даже не знаю В том смысле, что мы делаем, что хотим Точно так же, как до проекта У нас есть Музыкальный продюсер Павло Шевчук, который нам Делает все аранжировки И направляет, так сказать В тенденции Но он же с вами играет, да, насколько я знаю? У нас уже нельзя друг от друга отделить Ну, хорошо, слушайте, давайте поговорим Про то, где можно будет группа Моя Мишель И слышать в самое ближайшее время А почему ты на меня смотришь? Я на тебя смотрю, потому что ты сказал, что ты задашь этот вопрос Ты думаешь, я участник группы, или я полицейский? Да, да, не обращаю Нормально все Нормально все, Влад спит Там же в Москве и в Питере будут у вас концерты, да? Ну, в ближайшем, обозримом будущем В конце лет Когда альбом запишите? Сейчас я забыла, когда А, это нормально Я сейчас посмотрю Я могу тебе подсказать В августе будет в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге 31 августа в Санкт-Петербурге Крыша хай-хэт Это Питер И 19 октября в Москве Клуб Арбат Холл Мы собираемся сделать большое грандиозное концертище С новыми видеосветом и песнями и альбомом Короче, презентовать альбом Слушай, а вот большое грандиозное концертище Знаешь, ну просто некоторые там костюмы в перьях Ну, такая прям глобальная какая-то Не, я, конечно, могу Но мне кажется, что это будет странно Ну что, мне кажется, хорошо вышло В перьях там раз-раз Слушай, возвращаясь к вопросу о соцсетях Вот Лера спрашивала И смотри, есть же люди, которые восхищены Я уверен, их, конечно, абсолютное большинство Подавляющее даже По понятным причинам Потому что вы очень хороши Вот В смысле, то, что я красотка? Да-да-да Это он так не умело выражает Вот свой мысль Но есть же люди, как они называют, хейтеры Хейтеры, да Которые, вот если они встречаются Ты как-то реагируешь на это вообще? Мы иногда садимся, читаем комментарии и ржем Молодец Отвечайте мне Я честно скажу, в начале пути Ну, в смысле, когда мы только стали медийными Меня это задевало А потом я поняла, что это все, конечно, ерунда И людям нечем заняться И мы просто ржем Ну, это можно говорить о том, что Ты и твоя группа Вы полностью уверены в своих силах И абсолютно понимаете, что вы делаете И то, что вы делаете, вы делаете правильно Нет смысла делать что-то, если ты в этом не уверен Это будет видно сразу же Ну, хоть разок в жизни приходилось В творческом смысле прогибаться Вот подстраиваться под мнение продюсера Или смотреть, что в тренде сейчас, да Вот какая музыка пошла, зашла и так далее Я никогда не делала то, чего мне не хочется делать Тренды, сейчас скажу Мы просто хотим быть на волне Хотим быть современными и актуальными Поэтому мы им, ну не то чтобы следуем Но мы их видим, мы их смотрим И мы их интерпретируем в своем ключе Слушайте, быстренько вопрос от Нины Задам Нина спрашивает, когда будет концерт в Калининграде И самое яркое воспоминание после концерта Концерта в Калининграде, насколько я помню У нас еще не было Поэтому воспоминаний после концерта в Калининграде у меня нет Нет, а имеется в виду, наверное, твое, Тань Воспоминание после концерта Я знаю, я пошутила Мы развели его А я поняла Самое крутое воспоминание после концерта Это концерт в Зеленом театре Когда уже был финал концерта Мы вышли с Пашей Швчуком в зал Так сказать, на вторую сцену Прям в центре зала Когда люди там не ожидали нас увидеть И был просто потрясающий закат Его можно было, если вы знаете, Зеленый театр ВДНХ Сверху наблюдать И люди повернулись на своих местах в обратную сторону к нам Это было просто потрясающе Ой, как хорошо Прям так картинку нарисовала Захотелось сразу на концерт группы «Моя Мишель» в Зеленый театр Тогда, может, в Питерске ездить с 31 августа, пожалуйста Я могу и в Москве дождаться А потом еще и в Москве, естественно, я думаю, да Ну что, нам пора прощаться, к большому сожалению Таня Ткачук, группа «Моя Мишель» у нас была в гостях Танечка, большое тебе спасибо Друзья, заказывайте в программе по заявкам песню «Лето всегда» И вообще все песни, которые есть в группе «Моя Мишель» И всегда И всегда, абсолютно Спасибо большое, приходи к нам еще, пожалуйста Спасибо Пока, счастливо Пока Утро страны На телерадиоканале «Страна.ФМ» Субтитры создавал DimaTorzok